Вены и жилы нашей планеты На их берегах тысячелетиями селились люди. Отражаясь в их прозрачных водах, развивались и гибли цивилизации. Реки были связующими нитями между культурами и странами. Они дышат историей, легендами, преданиями и тайнами. Это Большая Вода. Дон. Из-за небольшой скорости течения он действительно кажется тихим. Вот так размеренно несет эта река свои воды вот уже 23 миллиона лет. На протяжении всего течения в разные эпохи возникали по ее берегам пещеры, подземные тоннели и галереи, скрытые от глаз здания и даже города. Они существуют и сегодня. И там, в скалах, под водой и под землей, давно, казалось бы, ушедшее прошлое остается настоящим, живой реальностью. На Дону время то останавливается, то поворачивает вспять. И это не метафора. Мы начинаем свое путешествие по большой воде, лабиринтом Великой реки. Отправляемся на поиски скрытого Дона, настоящей реки времени. Дон – река в европейской части России. Истоком является ручей Урванка, который расположен в районе Новомосковска. В устье делятся на многочисленные рукава и протоки, которые впадают в Таганрогский залив Азовского моря. Длина Дона – 1870 километров. Итак, мы стартуем. Прямо по курсу в век 20-й. В буквальном смысле – переломный для Дона. В 1953 году его русло впервые за 23 миллиона лет было перегорожено огромной плотиной, чтобы образовать Цемлянское водохранилище, которое иногда даже называют Цемлянским морем. Это море сократило мощь Дона почти на треть, а под толщей воды оказалось 164 села, город Калач-на-Дону, древняя Хазарская крепость, железнодорожная линия Волгоград-Лихая и 263 тысячи гектаров благодатной пахотной земли. Целая эпоха, определенный уклад жизни – все это сгинуло под водой. Тогда, в 1952-м, всего затопили больше 50 казацких хуторов и станиц. Людей переселили туда, на правый берег Дона. Здесь река и здесь были сады, и у всех во дворах же. Ну, вот, как видите, в Цемле сады. И тут были у всех сады. И вот им предложили в степь переехать после всего этого, после такой красоты. Да, и предложили ехать в степь, вот в такую вот степь. Вот и заревели казаки. А деваться-то некуда, постановление партии правительства. А партия-то, знаете, тогда было все. Вера Петровна Шубина – потомственная казачка станицы Цемлянская. Той самой, которую перенесли со дна нынешнего моря. Она одна из немногих, помнит все подробности переселения, помнит деревеньки и города, стоявшие на месте большой воды. Но мне все же трудно представить, что лишь 60 лет назад этого моря не было, а были улицы, дома, люди и русло Тихого Дона. Вот здесь вот и было, вот прям, ну, может, метров 15-20 всего на все. В Дон ходили за водою, по водам. Нет, у нас надо много говорили за водой. Это на Урале говорят, по водам. Про Урал Вера Петровна добавила не случайно. В 1929-м ее бабушку и дедушку, зажиточного казака, раскулачили и угнали в ссылку на Урал. За ними следом отправили отца, мать и девять веренных братьев и сестер. А потом, после, к этому месту подходила под воду, и мы грузились на под воду, и эта под вода нас по дороге спустила на баржи, и на баржи и поехали в ссылку. Все так и было. А в наш дом на этот же день зашел председатель станцовета Михин Павел Матвеевич. А у них хаточка плохенькая, плохенькая была. И как только нас выслали, они прямо в наш дом, этот Павел Матвеевич с тетей Машей, зашли все готовое. Подвал с бочками, с вином. Отец вина много делал. И медили обстановку, но все осталось. Старую жизнь на Дону смела так называемая политика расказачивания. Правительство большевиков объявило ее сразу после революции. Сплоченное воинство свободолюбивых людей было опасно для молодого государства. В результате репрессий погибло около 40 тысяч казаков. В ссылке сгинули и трое из девяти братьев и сестер Веры. А отец, когда-то сильный и богатый донской казак, превратился в инвалида. У него отбили руки, ноги и речь. Он не разговаривал, ничего не делал. И вот мы с ним только с отцом общались по своеобразному алфавиту. Весь алфавит разбили на пять рядов. Вот заходишь, папа, писать? Он моргает. Он не говорил. Папа, писать? Он моргает. Первый ряд, он молчит. Второй ряд, третий ряд, он моргнул. Значит, надо К, Л, М, моргнул. М. Тогда мы букву моим пишем. При первой же возможности семья вернулась сюда, на Дон, и не узнала родные берега. К этому времени Дон превратился в море. Море, которое поглотило не только отдельные человеческие судьбы, но и целую вековую цивилизацию. Но у Цемлянского водохранилища есть и второе дно. И на нем остался осколок древней цивилизации – Хазарский город Саркел. Некогда мегаполис и крепость своего времени, теперь он далеко в прошлом. Хазарская крепость Саркел сейчас находится на дне водохранилища. А когда-то стояла на перекрестке торговых путей и мешала русским князьям возить товары по Дону. Когда караван заходил на территорию Хазария, тогда существовал дань или налог на прохождение этого государства. Если караван задерживался, он потом еще доплачивал деньги за то, что он остановился. В общем, такая своеобразная виза. Своеобразная виза. Но интерес составляет в том, что хазары научились приготовить вино. И они купцов вот здесь в Саркел так напаивали, что они оставались некоторые на недельку. На подольше. А когда они, купцы, задерживались, ну, приходилось заплачивать денежку. Вот такую уловку делали они. Все это вынудило князя Святослава Игоревича в 970 году совершить поход на Византию. В то время она поддерживала хазарский каганат. Поход оказался удачным. Князь получил от Константинополя согласие на разрушение таможни. Саркел на Дону стал русским городом Белая Вежа. Но остатки древнего Саркела и сегодня не дают покоя исследователям. Достаточно интересен кирпич. Вот этот кирпич именно саркела, который мы нашли в хуторе Овчинникове. Мы с вами видим четкую большую полосу, черную, по центру кирпича. Это значит то, что в замес кирпича были добавлены скорлупа от яиц. Зачем? Для прочности. Органика обеспечивает прочность? Да. Там внизу, под толще воды, улицы и храмы, дороги и дома. Над тем, что скрыли воды Дона, время словно уже не властно. Если во времена Хазар Дон был транспортной артерией, то в 20-м эта большая вода стала мощнейшим источником того, что в 20-м веке определяла могущество государства – источником энергии. Цемлянская гидроэлектростанция – это более 600 миллионов киловатт-часов. Эта плотина едва ли не самая большая в стране, ее высота – 32 метра. 13 километров гидротехнических сооружений, в состав которых входит и плотина 92, водосливная плотина, 24 пролета, здание ГЭС с рыбоподъемником. Рыбоподъемник, он обеспечивает подъем рыбы с нижнего объекта в водохранилище. По принципу лифта внизу ворота закрываются, башня наполняется водой, рыба опять принудительно поднимается вверх, там открываются ворота со стороны моря, и рыба выходит, идет в цемлянское водохранилище. То есть, катаются на лифте, можно сказать. Все эти огромные массы падающей воды и чудо-агрегаты, которые вырабатывают энергию, увидеть здесь нельзя. Все это скрыто под бетонным основанием плотины. Какой бы мощной ни была цемлянская ГЭС, но и она, и цемлянское море – не более чем фрагменты гигантского проекта, в котором даже великому Дону отводилась лишь роль послушного статиста. Вот на этом самом месте Дон встречает Волгу. Устроить это свидание мечтали многие. И персидский царь Дарий I две с половиной тысячи лет назад, и Александр Македонский, и Петр Великий известны более тридцати проектов. Но удалось это лишь Сталину с его ампиром и бесплатной рабочей силой в виде десятков тысяч политзаключенных, репрессированных в 30-е годы прошлого века. Волгодонский канал – одно из самых грандиозных детищ тоталитарного режима. Только представьте, при его строительстве из земной коры было изъято 150 миллионов кубометров грунта или два с половиной миллиона автофур, доверху заполненных землей. И все это великолепие было сооружено за невероятные три с половиной года благодаря заключенным. Говорят, что строителям, измученным нечеловеческим трудом, удалось передать коробок спичек самому товарищу Сталину. На коробке было написано «Победа». Это было не просто слово, а «ребус», который выражал их требования. Вождь должен был расшифровать послание. «Плотина окончена будет, если дадут амнистию». Сталин расшифровал. И в ответ отправил им тот же самый коробок с той же самой надписью. Теперь ее нужно было расшифровывать в обратном порядке. Амнистию дадут, если будет окончена полотина. Амнистию дали в 52-м, сократив срок на 20 лет. В благодарность за это заключенные построили вот эту ротонду. Эта остроумная легенда имеет под собой реальную историческую основу. День работы на стройке засчитывался за два дня содержания под стражей. И 26 тысяч человек действительно освободились досрочно. Многие из них даже получили правительственные награды. Но большинство строителей Волгодонского канала отправились обратно на зону. И тем не менее, 31 мая 1952 года между первым и вторым шлюзом наконец слились воды Волги и Дона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Сергей, ну сейчас что у нас происходит? Вот мы встаем на курс четко для входа в шлюз. Вот сейчас нам диспетчер шлюза, начальник вахты, дал добро на заход в шлюз. Сказал, что камера для нас готова. Горит зеленый свет по зеленому заходу. Уровень Волги не совпадает с уровнем Дона. Поэтому для движения судов понадобилось строительство 9 шлюзов, которые по сей день восхищают своей невиданной мощью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы доложили, что ворота закрываются. Ну, вернее, мы швартованы. Сейчас у нас по корме там ворота закрываются. И мы начнем потихоньку опускаться вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шлюзы канала, как сталинские высотки в Москве, блестящий образец советского монументального классицизма. Вот ворота 13-го шлюза. А рядом 16-метровый монумент соединения фронтов. Легендарного советского скульптора Евгения Бучитича. Он увековечивает встречу Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Еще одну, безусловную, веху Дона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро вам. Спасибо за шузование. Всего доброго. До связи. Ну, теперь матросу. Костя, отдаем швартовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаемся дальше по большой воде Дона. Здесь, в верхнем течении, становится даже странно, что эта река может извергать такие потоки энергии. Река на вид очень спокойная. Когда казаки говорили «тихий Дон», они имели в виду совершенно конкретные вещи. Дон действительно тихая, неспешная река с очень медленным течением. Пейзаж вокруг, умиротворяющий, среднерусский. Никогда не подумаешь, что здесь может скрываться что-то необъяснимое и дикое. Однако на Дону не все открывается путешественнику сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, костенки Воронежской области. На часах Донской машины времени – верхний палеолит. Время в пути – 18 тысяч лет. Местные жители верят, что некогда здесь жил огромный зверь Индор, тело которого занимало примерно весь Покровский луг, рядом с которым мы, собственно, и находимся. И вот однажды Индор решил помочь своим детям перейти реку Дон. Но дети были очень маленькие, и он побоялся, что они утонут. Он начал пить, пил-пил, и пока ему не показалось, что река уже достигла нужных размеров. Обмелела? Да. Ну, стало уже, обмелела. Он обернулся, чтобы позвать своих детей, от натуги лопнул. И кости его разлетелись на огромное расстояние. Кто-то говорит, что на 7 верст, кто-то, что на 37. Удивительная легенда. На самом деле это были кости реального животного. В селе Костенки их находили еще при Петре I. Царь просил своих холопов достать до его кунсткамеры костей как человечьих, так и слоновых. Император считал, что это кости боевых слонов Александра Македонского. Истина раскрылась лишь в 19 веке. Дело в том, что 20 тысяч лет назад наши предки как раз в качестве самого лучшего строительного материала видели кость мамонта. Они укладывали эти кости по кругу. Кости пересыпались грунтом. Таким образом получался достаточно прочный фундамент. По периметру вкапывали 8 пар черепов мамонта с затылочными отверстиями вверх. Зачем это? Именно в эти отверстия вставлялись опорные жерди. А жерди потом в свою очередь покрывались шкурами животных. Вырисовывается весьма живописная картина быта той далекой эпохи. Чтобы построить такой дом требовалось около 600 крупных костей. А значит нашим далеким предкам нужно было убить по крайней мере 40 мамонтов. Я думаю навряд ли мамонты вымерли именно по этой причине. Дело в том, что примерно 12 тысяч лет назад здесь начало теплеть. Мамонты очень большие, громоздкие, тяжелые животные. Они просто-напросто не успели уйти на север, как более легкие, подвижные, например, северные олени. Они были просто не приспособлены для более теплого климата. Примерно с 13 века на берегах Дона селятся особые вольные люди – казаки. Впервые упоминание о них появилось в грамоте нагайского князя Юсупа Ивану Грозному. В ней сообщалось, что поселились где на Дону люди, которые твоих служивых людей забирают и до смерти бьют. Однако уже в 1552 году казачье войско получило от царя грамоту на владение Доном и всеми его притоками. Мы подходим к знаменитой станице Вешенское, в которой жил Михаил Шолохов, прославивший казаков на весь мир в своем романе «Тихий дон», удостоенном Нобелевской премии. Вот так из времен Верхнего Палеолита мы перенеслись на многие-многие тысячелетия вперед. Мы из станицы Вешенское – легендарное и одно из старейших на Дону. И здесь, кажется, до сих пор 19-й век. Казаки – удивительные люди. Встреча с ними будто путешествие на машине временно. Кругом 21-й век, вышки сотовой связи, интернет. А здесь – шашки, лошади, построение на плацу. Как будто за 200 лет ничего не изменилось. Это типичное для донского казака, потому что алый лампас, видим, да? Не забайкальский желтый лампас, да. А вот – это гемнастерка. С алым лампасом у донских казаков, у забайкальских он и желтым был, у кубанцев вообще другая одежда была. Ну, теперь не хватает нам что-то. Гемнастерочку. Одеваем сейчас гемнастерочку. Вот, пожалуйста. Это называется бекеш, она очень теплая. И холодное оружие – шашка. Бывают только колющие, только когда колют, и рубящие. Колющие – это шпага, палаш. И сабля была такая согнутая, да. Вот у нас с надписью, видите, без славы не вкладывать. И с этой стороны без нужды не вынимаем. Вот такое отношение к оружию было у казаков. Вот теперь казак полностью у нас готов. Вы знаете, просто осанка сама по себе выправляется. С счастливого пути на службу. Спасибо. Дело только за малым. Коня не хватает. Ну, коню у нас есть. Коню сейчас покажем, да. Маленьких казачков сажали на коня в три года. К шести годам это уже был настоящий воин, владеющий всеми приемами боевого искусства. По казацким меркам я уже невероятно стар для обучения. И все же риск – благородное дело. При команде к бою шашка берется правую руку, вверх выставляется. Я говорю, две рубки. Можно сидя в седле рубить, не вставая. Вот. Можно привставая и опускаясь еще добавить свое тело. То есть, вплоть до седла, да. Обрушится вместе с шашкой вниз. Оп. А вот этот элемент с вращением, он зачем? Он такой? Ну, это устрашающий. Сбоку, можно вверху. То есть, также должен быть определенный свист шашки, когда все четко. Был такой Калиганов, любитель казачества, которому в детстве отец дал книжку. Книжка-то называлась «Стихидон». Он сказал, читай, сынок, тут все правильно написано, тут все правда. И вот таким образом и мы живем. Этот двухэтажный особняк был построен сразу после войны, в 1949-м. Старый дом Шолоховых разбомбили. Через Вешенскую наши войска шли к Сталинграду. Здесь была переправа и бомбили станицу нещадно. А после войны писатель получил от государства суду на строительство дома в Вешках. Ну, это комната, которая отражает основное хобби для всей семьи. Это рыбалка и охота, так охотничья она и называлась. Какая удивительная коллекция, только посмотрите. Да, это часть. Мы представили здесь того оружия, которое было. Это только часть? Это часть. Это часть. На самом деле, вот сверху два ружья – это бельгийка, которые они с бабушкой покупали сами себе. То есть это действительно то оружие, с которым они охотились, которое было свое. Точно так же вот эта винтовка английской фирмы «Голланд Голланд», кстати, которая покупалась в основном для охоты на птицу. Александр Михайлович провел в этом доме детство и юность. Он видел, как работал писатель. Это самая маленькая комната в доме. И Михаил Александрович ее избрал как свой кабинет. Помимо всего прочего, ему это было удобно еще и потому, что, как вы заметили, эта комната как бы на отшибе от всех остальных спален. А учитывая необычный распорядок дня Михаила Александровича, он очень мало спал. Он спал 3-4 часа в день. Ему хватало? Ему абсолютно хватало. В этом кабинете Шолохов написал, они сражались за родину и судьба человека. Его внук до сих пор не может привыкнуть к тому, что это дом, дом его дедушки. Теперь музей, открытый для посторонних. А вид на Доно сюда открывается или не совсем? Ну, на самом деле, тогда мы должны пройти по вот этой аллее, которую называли Невским, гулять по Невскому и подойти к берегу. А какое-то особенное отношение у Михаила Александровича к Дону было? Вообще трудно назвать что-то в истории России более значимое среди рек. Пусть не обижается ни Волга, ни великие сибирские реки. Только Дон имеет такую историю. От греческого Танаиса, скифского Тана, дикого поля, все истории возникновения казачества, ну и уже до новейшей истории, до всех этих ужасных событий начала 20 века, нигде столько не сходилось. Действительно, каждая эпоха, начиная с Палеолита, оставила след на этой великой реке. 860-й год, поход Святослава на Константинополь. Куликовская битва, 8 сентября 1380-го года. 1696-й, взятие Азова. 1707-й год, булавинское восстание. Стрелки Донской машины времени привели нас в 18-й век. Время, когда большая вода буквально смыла основанный отошедшими от дел казаками Усть-Медведевский Спасо-Преображенский монастырь. Мы сейчас находимся на территории монастыря в храме казанской иконы Божьей Матери. А прямо под нами древнейшие пещеры. Говорят, в них можно даже увидеть след Богородицы. Мы находимся сейчас около входа в пещеры, которые ископала Матушка Игумия Арсения 135 лет назад. То есть это полностью ее рукотворная... Как раз эта дверь символизирует вход Господний в Иерусалим. Потрясающе. По преданию, все эти пещеры, а здесь 165 метров подземных ходов, мать Игумения Арсения построила своими руками. Ей помогали лишь две подвижницы. 165 метров за 14 лет. Три женщины голыми руками. В голове не укладываются. Вот этот коридор, общий еще пока. Дальше идет разветвление. Вот крест на путь Спасителя и под страдание Божией Матери, по которому мы возим людей к главной святыне нашей обители, к камушку Богородицы. Болезнь одолевали ее. Пещеры помогали купать келеницы и ближайшие духовные дни. В этих пещерах Игумения хотела создать пещерный храм наподобие тех, что строили первые христиане-изгнанники. И матушка Арсения имела целью закончить строить храм и уйти в затвор в эти пещеры. Человек полностью зальет себя от внешнего мира и до самой смерти пребывает в одиночестве. Затвору Господь ее не сподобил. Наверное, потому что она очень была нужна. Однажды, когда после долгих трудов и бессонных ночей Игумения села на камень, ей явилась Богородица. То есть есть только устные предания об этом камушке. На нем остались чуткие следы. Двух ладоней женских рук и две коленочки. Причем видно, что след он как бы немножко раздвоен. Когда опускались на колени, когда поднимались их. Монахини верят, что следы оставила сама Богородица. Она приходила благословить Арсению за труды. Сейчас кажется, что под земными ходами и тоннелями можно пройти весь Дон. Столько тайн скрыто по берегам этой реки. Здесь, под землей, в течение времени чувствуешь еще острее. Вот она просто остановилась передохнуть в древней обители. А делаешь шаг и уже оказываешься в древней крепости Оксай 18 века. На самом деле от монастыря до Оксая добрые тысячи километров. За нашей спиной остались Волгодонск, Цемлянск, Калач-на-Дону. Можно ли было пройти это расстояние по подземным тоннелям? Как знать? Но что действительно правда, больше нигде, ни в одном месте России нет такого количества подземных сооружений. Веками скрытая жизнь бурлила на берегах Дона. Настоящая параллельная реальность. Например, в Оксае, на царской таможенной заставе, где и поселений-то толком не было, целых 35 подземных сооружений. В 2010 году у нас прошли исследования с георадаром. Ученые искали данные подземелья, данные пустоты, комнаты. Обнаружили три коридора в виде буквы Н, но чуть выше. Над нами сейчас 8,5 метров грунта, а коридоры обнаружили на уровне 4 метров от поверхности. Оксайскую таможню построили рядом со столицей Донского войска, Черкасском, чтобы контролировать торговлю. В этом помещении находились таможенные склады. Это лишь малая часть разветвленной сети ходов, расположенных вдоль устья реки. Возможно, возникли ходы еще в древности, когда здесь находилось Кобяково городище, поселение, появившееся еще в 10 веке до нашей эры. Ну а вообще, как ваше знакомство с этим местом произошло? Вы когда впервые здесь оказались? Подменял с ночного сторожа и, выходя на территорию, увидел, что в подземелье горит свет. Вернулся, отомкнул помещение. На стене был пакетный выключатель. Я переключил один раз, второй, третий. Свет не выключался. Пошел проверять, может, где-то замкнуло от сырости, может, еще что-то. Когда обошел все помещения, поворачивая за угол, увидел впереди привидение в виде женщины с длинными распущенными волосами. В длинном платье по спине шел корсет. И растворилась она в стене. Вместо ее появления вот эта вот точка на полу и стена, куда она уходит. Не знаю, как насчет призраков, а в 70-е годы прошлого века геолога-разведка обнаружила под Оксаем подземное море, которое еще больше подстегнуло воображение местных жителей. Ведь, согласно летописям, люди здесь поклонялись некоему подземному чудовищу. Значит, одно время пастухи пасли коров, и одна из коров как бы потерялась. Но они сразу кинулись, начали поиски. И возле одного из входов нашли остов. Ну, это где-то полчаса они искали, и вот через полчаса находят голый скелет, обглоданный возле входа. Ну, все это, конечно, кажется маловероятным, хотя кто знает. Исследования подземных сооружений по берегам Дона приносят все новые открытия, одно фантастичнее другого. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Я Денис. Очень приятно. Вы исследователь этих мест, правильно? Совершенно правильно. Значит, с вами мы посмотрим пещеры. Давайте попробуем. Давайте. Тогда вперед. Загадочными пещерами изрыты окрестности города Лебедяне. Местные говорят, что в скалах на берегу Дона вырублен даже подземный тайник в пять этажей – тайник разбойников. Это вход в обширные подземные галереи, пятиэтажные, якобы, по воспоминаниям очевидцев, которые наблюдали это в середине 19 века. И все это сейчас под нашими ногами, видимо? Все под вашими ногами, непосредственно. А кто-нибудь пытался, может быть, туда пробраться? Пытались неоднократно пробиться. Есть предположение, что это начало положило этим коммуникациям карстовый процесс, который просто был в дальнейшем разбойниками доработан до жилого помещения. То есть, своего рода здесь был организован ими схрон, в котором они прятались. Да вы что? Да. Они сами прятались? Или золотишко тут тоже можно? Ну, прятали они, на самом деле, здесь бог весь что. Карстовые пещеры на Дону использовали разбойники. На это указывают схроны и межевые камни, которыми они размечали территорию. Дело в том, что здесь хорошо очень просматривается излучина. Так. Вот. И было замечательно видно, кто откуда плывет, и на кого удобнее было… Ах, вот что. Конечно. На кого-то напасть и что-то поиметь. По легенде, в 16 веке здесь орудовал разбойник по прозвищу Тяпка. Практически донской Робин Гуд. Он грабил торговые караваны, часть награбленного раздавал, а часть прятал где-то здесь, в пещерах. Долгое время эти сокровища не давали покоя кладоискателям, пока в 80-е годы здесь, на Дону, не обнаружили настоящее золото. В конце 80-х Липецкая георазведочная партия обнаружила, действительно, залежи здесь, в Лебедянском районе. Не только золото, но и, представьте себе, алмазов. Причем в промышленных масштабах. То есть когда-нибудь, не исключено, здесь начнутся бывать? Не исключено, однозначно. Золото и алмазы на Лебедянской земле, центральной черноземной России. Дон – это место открытий. Стоит только копнуть, в буквальном смысле слова. Мы в природном парке Донском. Здесь более 20 уникальных курганов и стоянок древнего человека. Это место на протяжении веков привлекало людей, которые искали новую энергетику. Говорят даже, что во времена Великой Отечественной войны здесь побывали представители печально знаменитого отделения Аненербы, которое занималось изучением оккультизма в годы гитлеровской Германии. Однако только недавно выяснилось подлинное назначение этого объекта. В этом месте время словно застыло и наблюдает за встречей двух сильнейших стихий. большая вода реки Дон встречается здесь с богом огня. Скажите, пожалуйста, а вообще как давно этот курган был здесь обнаружен? В 90-х годах, значит, профессор Скрипкин со студентами, проведя археологические раскопки здесь на месте кургана, обнаружили здесь место, где, ну, горел огонь, значит, была, видимо, печь. После этого стало известно, что это святилище. Это было открытием мирового масштаба. Холм диаметром почти 200 метров и высотой примерно 3 метра, окруженный идеально ровным рвом. Проанализировав сооружение, удалось установить, что подобные святилища возводили зороастрийцы, поклонявшиеся огне, божеству огня. Накладывали очень много дубового леса прямо целыми деревьями. Засыпалось это мелом, значит, и поджигалось. Столб дыма в такую тихую погоду подымался очень высоко. И путник, когда шел независимо откуда, видел его очень далеко. И он шел на это место, чтобы поклониться огню. По мнению ученых, этому культовому сооружению 5 тысяч лет. В центре храма археологи обнаружили гигантскую печь, выложенную белым камнем. Не менее 500 лет горел огонь, не менее 500 лет. Температура горения достигала где-то порядка тысячи градусов, потому что мы находили здесь артефакты, которые показывают, что оплавлен камень, превращенный в стекловидную массу. Даже камень плавился, да? Да, даже камень плавился. А из-за чего удавалось такую температуру поддерживать? Это загадка для ученых. В те времена, тем более, это очень сложно сказать, каким образом. Как зороастрийские племена могли оказаться на берегах Дона, до сих пор не установлено. Однако раскопки еще идут, и не исключено, что прошлое этой земли еще не раз нас удивит. А мы подходим к крепости Азов. За нее более двух тысяч лет проливались реки крови. Слишком выгодно стоял Азов на перепуте морских и речных торговых путей. Но что действительно интересно, так это скрытая история Азова. Именно здесь знакомые всем со школьной скамьи мифические существа обрели реальность. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Сейчас мы увидим доказательства того, что единороги существуют, по крайней мере, существовали. Ого! Какой большой! Это он, собственно говоря, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где же рог? Увы, рога в ископаемом состоянии у этих животных не сохраняются, потому что это не кости, а совершенно другая структура сгнивает, так же, как и мясо. Это скелет единорога. Да, в это сложно поверить, потому что единорог все-таки, как ни крути, существо мифологическое. Ну, а вы знали, что он существует? Я никогда об этом не слышал, честно вам скажу. Да? Когда начали вплотную заниматься этим, когда нашли кости, когда у нас в музее появилось большое количество костей, мы поняли, что мы в состоянии собрать скелет, мы стали активно изучать это животное, в том числе и мифы, связанные с единорогом. Ну, собственно говоря, вот многие ученые говорят о том, что именно это существо является прародителем, прообразом мифического единорога. Это существо видел древний человек. Кости самого крупного доисторического носорога четвертичного периода, Кавказского элосматерия, вместе с древнейшими археологическими артефактами, были обнаружены на Таманском полуострове. Животное, что гуляло по берегам Дона полтора миллиона лет назад, достигало высоту трех метров. А что вам вообще известно было с матерей? Как он жил? Охотился на кого-то или был просто травоядным? На него охотились. На него. На него охотились. Все понятно. А это травоядное существо, довольно крупное, как вы понимаете по размерам. Рог он использовал в качестве лопаты, выкапывая подземные части. Вкусняшки, короче говоря, добывал из-под земли. Это я могу понять, да. Очень много нужно было ему кушать, прокормить пять с половиной тонн веса своего. Нужно было огромное количество растительной массы. Не успел я прийти в себя, как люди науки развеяли еще один древний миф. Оказалось, что легенда об амазонках тоже не совсем легенда. О том, как амазонки оказались на Дону, писал Геродот. В сражении на реке Фермадонте их взяли в плен эллины. По пути в Грецию суда попали в шторм. Воспользовавшись моментом, амазонки перебили греков. А корабли принесло течением сюда, к месту, где Дон впадает в Азовское море. К сожалению, амазонки не возделывали землю, не занимались ремеслами. Они могли только воевать. Поэтому на Донскую землю пришла война. Пришли грабежи, разбой и убийство. И мужчины очень долго не знали, что они сражаются. И с кем они сражаются? Потому как амазонки были одеты на мужской манер и на лицах носили маски. Если у нас сейчас покопаться, зайти в какое-нибудь отделение милиции, найти женщину с пистолетом и сказать, что она амазонка. В общем-то, вероятно, это такой же вариант был. Ну, амазонки красивая история, которую нам рассказывают многие авторы. Поэтому, если кому-то нравятся амазонки, то ради Бога, в общем-то, пусть будут амазонки. Сама обстановка, сама среда заставляла их максимально использовать имеющийся арсенал оружия. Для греков, наверное, это было достаточно необычно с их делением на геникей, на андрон, где даже мужчина, сосед, не мог спасти соседку, которую грабили только потому, что ему нельзя было войти. Потому что, если мужа не было дома, то в женскую половину ему войти нельзя было. Я думаю, что, если бы сохранились описания сарматские, или там, ну не знаю, скифские описания греков, то это было бы не менее забавно почитать, чем вот обратные. Но, к сожалению, сохранились только эти вещи. Мы на территории Танаиса, города у самого устья реки Дон. Здесь находилась самая северная колония древних греков, основанная в III веке до нашей эры. Похоже, что для греков любая самостоятельная женщина с оружием была амазонкой. А может быть, это и были настоящие амазонки? Споры на эту тему среди историков не заканчиваются. Мы с вами в машине времени оказались. У нас машина времени, знаете, такая универсальная. Вот сейчас мы с вами сделаем несколько шагов, и мы с вами уже во II веке нашей эры. Так что, знаете, многие борются за омоложение. Вот мы с вами двумя шагами получили. Да, смотрите-ка. Скажите, а название Танаиса, оно вообще, какую этимологию имеет? Откуда оно появилось? Что означает это слово? Да, река Дон, которая известна с незапамятных времен. И у Геродота она отмечалась как река Танаис. Ну и, собственно, название города совпало с названием реки. Вот, собственно, этимология считается Тан, Тон, вода. Вот эта производная, она для многих рек характерна. И Чиона, но это не греческое слово, естественно. Поэтому греки его восприняли уже как объективную реальность, данную ему ощущение. Танаис. Почти пять веков здесь был центр одной из греческих колоний. Город, по которому можно проследить практически всю историю Донского края от античности до наших дней. Чем, кстати, ценен Танис? Тем, что вот как раз стыком, особенно, да, и сейчас актуально, на стыке цивилизации он находился. Поэтому вот многие жители этого города, типа Хафразна, сына Фаргабака, они как бы обладали вот этой вот двойной культурой, да. Они знали традиции степи, знали традиции цивилизации. И если вы найдете еще вот такой же по значимости, по количеству каменных сооружений, построек, то я буду просто рад, но нет. Вот так, пройдя через все эпохи, от Палеолита до наших дней, мы почти добрались до самой дельты Дона. Здесь Дон разливается на тысячи мелких ручьев, чтобы образовать Азовское море. Вот она, бескрайняя большая вода со всей своей историей. С великими победами, грандиозными стройками, сломанными судьбами и ратными подвигами. Мне кажется, что здесь, в море, есть часть каждого из этих событий. Дон и сейчас продолжает свой путь. Что расскажет он о нас, людях 21 века? Какой будет эта история, славной или печальной? Что сохранит для наших потомков эта вечная река? Дон – великая река времени. Большая вода скрывает города и галереи, пещеры и подземелья, связывает цивилизации и миры, эпохи и поколения. Множество тайн этой реки еще остаются нераскрытыми. Еще больше останутся загадками навсегда. Но именно они делают Дон настоящей рекой жизни, что неспешно несет свои воды сквозь само время.